Цвистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. С вами сегодня в эфире Александр Петров, Иван Штури. И у меня в гостях советский эсминец 5 уровня, премиумный под названием Охотник. Вообще, поговаривать, что это прям такой супер-пупер-прем, который сейчас заменит прям гремящего, ну, как вам сказать. Я в этом не уверен, но у вас будет шанс это проверить, причем у тех, кто смотрит за моим каналом, смотрит за моими видосами, будет шанс проверить это прямо на этом самом Охотнике совершенно бесплатно. Для этого, друзья, в комментариях к этому видео напишите ваш ник, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. И среди всех тех, кто свои ники напишет, я, скажем так, давайте, когда выйдет Охотник в продажу, в этот же день, среди всех вот этих вот комментаторов, выберу одного человека и совершенно бесплатно подарю ему вот этот вот Охотник. Так что, вот такие дела, друзья, поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях свой ник. Ну, а мы продолжаем. Давайте поговорим, что это за корабль, что он будет делать на пятом уровне. Боеспособность у нас 12700 единиц, это еще меньше, чем у Гремящего, бронирование тоже эсминцевское. И, в общем, это, конечно, странно, потому что корабли вроде как по всем параметрам больше, но, тем не менее, ХП здесь еще меньше. Если, кстати, говорить про историю, это нереализованный проект Матросова по созданию вот такого супер-мега-большого эсминца. Я действительно, знаете, когда вот смотрю им на корму, мне все время вспоминается какой-то там лов рыбы с причала. Когда все вот эти вот орудия поворачиваются, можно посмотреть, что как будто это прямо-таки удочки такие. Что же мы поймаем на наши удочки, надо будет посмотреть. Кстати, поговорим про удочки, не удочки, а в смысле пушки. Пушки здесь мощные, 1900 урона, 2500 ББшкой, время поворота 28,5. Это даже очень, да, вероятно, что с модернизацией. То есть, долго поворачиваются пушки, сравнимо с пушками крейсера. Это еще со всеми, со всеми наворотами. Очень даже вероятно, что, кстати, нету командира мы здесь не брали, потому что мы взяли здесь отчаянного. Кстати, это, наверное, немножко полезнее все-таки для охотника. Но поворачиваются пушки действительно долго. Дальность стрельбы ГК 11 километров с перком командира с усиленной огневой подготовкой. Далее, калибр вообще выглядит прилично, по той простой причине, что его много. 7 орудий, но перезарядка здесь 9,5 секунд с модулем. Но без модуля не сильно меньше. И поэтому как-то, в общем, не совсем, скажем, гремящий, да и гневный, подвойский нынче. Торпедные аппараты, 4 стройных аппарата. Это прям, ну, какая-то торпедная заливашка. Куча торпед, единственное, что идут на 4,5 километра. Зато незаметные, 1 километр у них засвет. И, кстати, достаточно быстрое на своем уровне, 62 узла. Вот, в общем, тема интересная. Здесь стоит Максимчик. Вот, он симпатичный. Их здесь 4 штуки и 2 пушечки Лендера. Это вообще десантные пушки, так называемые, по-моему, если я не ошибаюсь. Они, по-моему, не только стреляли по самолетам, но еще и поддерживали десант. Ну, могу, конечно, соврать, как обычно. Максималка 34,5 узла, наверное, с докруткой. Ради циркуляции 730 метров. Такой, знаете, хороший средний крейсер. Ну, в общем-то, что говорить, у советских эсминцев и советских лидеров, особенно, 730 метров является вообще абсолютной нормой. Перекладка руля с, без, кстати, а тут ее нету, без всяких модулей составляет 3,2 секунды. Воу-воу-воу-воу. Это, в общем-то, кстати, быстро. Что касается незаметности, маскировки тут нет. 6,3 километра без маскировки выглядит более чем неплохо. В общем-то, с маскировкой, наверное, можно сделать еще меньше. Но я, если честно, все-таки взял здесь инерционный взрыватель плюс усиленную огневую. Здесь я взял базовую огневую, поджигателя, то есть взрывотехника, отчаянного и из последних сил. И здесь вот у нас приоритетная цель. Почему такой набор перков? Потому что охотник бросает к семеркам. И вот эта вот тема инерционный взрыватель против семерок вообще прям мега супер-пупер обязательно. Против пятерок, наверное, не так уж и нужно, но вот против семерок сто пудово пригодится. Что касается модулей, вот они у меня здесь такие. В общем, все достаточно здесь стандартно, придумать особо нечего. Никаких секретных расходников нет у нас на охотнике. И давайте отправимся в бой и посмотрим, как этот корабль чувствует себя с пятыми и седьмыми уровнями. Поехали. Забрасывает нас против шестерок. Достаточно лайтово. Пятый и шестой уровни. И эсминцев, в принципе, не очень много. Поэтому есть у нас вариант повоевать. Вообще, карта Новый Рассвет. Мне нравится. Это вообще, на самом деле, одна из моих любимых карт. Так же, как и Линия Разлома. Сейчас будем пытаться играть от орудий главного калибра. Стрелять. Фугасики. Тыщ-тыщ. И все дела. Вы знаете, вот на пятом уровне был один рыболов. Это Т-22, мой любимый немецкий рыболов. И теперь у нас добавляется, знаете, еще один рыболов. Это вот советский рыболов. Но, как бы, если немецкий рыболов, это, знаете, такой качественный немецкий рыболов. То есть, у него там сети всякие, переработка рыбы. То советский рыболов, это чисто вот семь удочек с борта. И, в общем, ничего другого не надо. Может быть, здесь еще две трубы. Там жарят рыбку сразу. И торпедами отправляют ее куда-нибудь в порт. Вот такие дела. На горизонте засветился гайды. Открываем огонь. Но, кстати, надо будет нам, наверное, немножко удирать по ходу поезда. Потому что у него-то гидроакустика есть. А у нас-то, в общем-то, нет. Но мы ему все-таки торпед отправим. Вдруг что-нибудь зайдет. Вот так бодро идет сюда. Хотя он пока повернет свои пушки. Год пройдет. Не, будет отворачивать. Ну, может, он идет к лучшему. А нам он, интересно, сюрпризов выпустил. Торпедных. Не стал по мне стрелять Киров почему-то. Прогнорировал меня. Уй, его. Ну, не дойдут, скорее всего, конечно. Смотрят страшно, но вряд ли дойдут. Да. Ну, а зато он упоролся. Молодец. Отличный ход. Гайды, кстати, торпедами попал в Гневного. Друзья, в Гневного. Карл. В Гневного. Это ж пипец. Как можно было так опростоволоситься. Ладно. Попадаем еще немножко торпед. Киров в засвете. Ну, как бы, наверное, не знаю, какой план пока. Здесь еще вот два линкора каких-то. И вот именно линкоры меня интересуют. Но дело в том, что здесь я-то как бы немножко один. Вот. А там еще и Киров и прочие неприятные темы. Поэтому, наверное, не будем мы так сильно упарываться. Все-таки немножко отойдем назад. Оп. А меня и видно. Между делом. А кто меня видит? Интересно, почему меня кто-то видит. А я никого не вижу. Что за игра такая? Валим. Ага. Гайда решила развернуться. Ну. Правильный ход, на самом деле. Просто как бы. Просто как бы, да. По-другому. По-другому-то. Пробуем вот так туда отстреляться. Может, что попадет. Не знаю, кто там этого гайда светит. Ну, светит и ладно. Чего, грех жаловаться. Так. Что у нас впереди? Кёник. Хорошо. Кёник. Это прекрасно. Вообще, таких вот особых там стрелков я так-то не обнаружил. Поэтому можем пострелять и по противничку. Вот. Можем даже сейчас, знаете, что сделать? Притормозить в дымочках. И пострелять. Можно было, конечно, ББшками сдать. Но мне, если честно, лень перезаряжаться. Потому что спереди у меня идет замечательный кёник, который я планирую сжечь. А Киров, наверное, сейчас отойдет как-то подальше. Поэтому, да. Поэтому, как бы, да. Будем стрелять по кёникам. Вообще, залп фугасов очень внушительно смотрится. С охотника. Потому что прям, ну, очень внушительно он смотрится. Такой бабах. И прям много урона. Торпеды за кормой. А, камикадзе. Вот кто меня светит. Вот этот камикадзе. Нехороший. Так, ладно. Если тут нехороший камикадзе, надо отсюда валить. Потому что нехороший камикадзе может нам сделать много нехорошего. Киров, я в тебя верю. Давай. Киров, мочи. Кто, кстати, поджег этого кёника? Не я ли это был? Давай, Киров. Ты справишься, я знаю. Давайте еще подожжем. Ну, конечно, естественно, когда у тебя 7 орудий с поджогами. Здесь у тебя прям все в полном порядке. Много попадает. И хороший фугасный урон тоже наносим. Все в этом плане. Все прям супериозно. Между тем, Гайде собирается подобраться к нам поближе. Это нас категорически не устраивает. Сейчас мы должны это исправить. Киров поиграл. Естественно. Камикадзе забрал его просто торпедой. Это вообще никуда не годится. Продолжаем огонь. Мексика у нас в доступе. Но хочется прям вот... Не знаю, а он, кстати... Не пойму, он вообще с перками с какими-то или без. Хочется, наверное, по Мексике поставить. А Мексика стреляет... Ого! По мне? Серьезно? Ну, ты Мексика. Вот ты какая Мексика-то. Да, конечно, смущает немножко Камикадзе, который у нас где-то там позади. Но вообще урон... Посмотрите, какой внушительный урон. Сразу одно попадание и фугасов прям пачка. Да, по две, а там по три и сразу пожар оправишь. Очень круто. Нравится. Нравится мне. Нравится мне. Единственное, что мне не нравится, так это... Во-первых, не нравятся мне гайды, которые не сдох. И не нравится мне Камикадзе, которые сзади. Вот. И не нравится мне Кёник, который, кстати, тоже где-то здесь. Ладно, надо немножко сократить нашу дистанцию. В принципе, а вот он. А вот он гайды. Гайды без маскировки. Поэтому не очень он нам будет страшен здесь. В плане того, что... Видите, он нас там прям застрянет. Мне кажется, да. Я думаю, что прям стопудово застрянет. Ну. Нет. Нет. Не застрял. Мексика продолжает гореть. Мне кажется, это вообще замечательно. Побольше бы таких Мексик. К сожалению, я не достаю торпедами до гайда. И стрелять по нему тоже не могу. Вот. Но. Тем не менее, что-то делать надо. Гайды продолжают, кстати, там стоять. Там же, где и стоял. Вот я сейчас начинаю получать урон. И... И здесь как раз, кстати, Камикадзе. Опа. Какая неприятная новость. Ну-ка. А ну-ка. Камикадзе. Здравствуй. Сдал ты мне торпеда или нет? Интересно. Расскажи-ка мне. Так. Давай посмотрим. Почему гайд не пользуется акустикой? У неё же она есть. Ну что? Попадут? Не попадут? Не попадут. Прошли рядом. Но не попали. Могли бы и попасть. Камикадзе там так шикарно проходил. Ладно. Вопрос пока остаётся открытым. Что нам тут делать? Торпеды. Торпеды. Ну-а. Понятное дело. Без торпед-то ты никуда. Так. А здесь у нас горящий кёниг. Ну, на самом деле вопрос-то мы не решили с Камикадзей. Просто вылезать под два эсминца, под огонь, когда у тебя мало хп. Что-то вообще прям не хочется. Так. Набросаем торпед куда-то. Ага. Гайды здесь тоже работает. Вот. Ну, у Камикадзе, кстати, хп меньше. 11-100. Если говорить про перки. Возможно, на третий перк можно было бы взять и... И понятно. Отличный ход. И запас хп увеличить немножко. Был бы неплохо. Я думаю, но... Не всегда это, к сожалению, возможно. У нас светят гайды. Так. Ну, в общем, светить-то у нас можно сколько угодно. А вот забросить торпедный проброс сюда, это, мне кажется, будет просто бесценно. Как вы считаете? Давайте попробуем. Да, видимо, короче, Камикадзе понял тему и тоже решил отсюда свалить. Ну, ход на самом деле правильный. Так, я не успею взвернуть в него орудие. И поэтому мы будем циркулировать. Тихо-тихо. Не трожь мой двигатель. А здесь где-то, кстати, находится еще и... И гайды. Может быть. Нет, не находится. Давай-давай-давай, чинись-чинись. Камикадзе делает такое. Они, как правило, знаете, скилловые, чуваки. Потому что кто попал, а корабль себе это не берет. Так. Все. Этот поиграл. Замечательно. Ну что? У нас остается один противник. Вот он. И он, кстати, может нам сейчас наделать столько всякого доброго. Вечного. Что прям пипец. Эть. Эть. Давай. One shot. Нет. Увы. Не попал. Ну отлично. Ты не попадешь. Ты не попадешь. Ты не попадешь. Не попадешь. Нет. Да. Это было круто. Это было очень круто. Это было прям... Прям сопелька была. Соплюшечка. Ох. Так. Ну что? Мы выжили. Осталось 156 хп. Бой, кстати, еще нифига даже не решен. Потому что здесь еще куча неприятных противников. И у меня, к сожалению, больше нет дымов. И 156 хп. Но надо что-то делать с этим, я думаю. А что мы будем с этим делать? Конечно, стрелять по Нью-Мексико. Ох ты, е-мое, засвет-то какой. После залпа тут. Просто адский засвет. Так, ну что, понадеемся на Буденного, который меня не увидит. Ах, Тунг. Не знаю. Надеюсь, что Буденный не будет стрелять просто. Тут остался еще маленький кусочек моих дымов. Который, в принципе, можно встать. Вот. Но они скоро закончатся. И у нас остается один Конга. Который берет базу. Который, вернее, защищает базу. Дымы закончились. Неприятненько, неприятненько. Ну, что остается делать? Ничего. Любой залп и все. И нету больше эсминца у нас. Там Бавария. Может, кстати, Баварию подстеречь за углом, попытаться. Но нам, в первую очередь, надо решить все-таки как-то вопрос, наверное, с Нью-Мексикой. Да. В первую очередь, наверное. Попробуем выстрелить. Пока меня никто не видит. Никто не видит, а видит Буденный. И это плохо. Буденный, может, и не успеет выстрелить, кстати. Как вариант. Попробуем. Попробуем на это понадеяться. А Нью-Мексикой, кстати, догорел бы почти. Ох, надо еще в него разочек попасть. И он прям сгорит на работе. А он и так... А-а-а! Забирает меня. Ну, что же, друзья. 59 тысяч настреляны фугасами, торпедами. Ни хрена мы никуда не попали. Давайте посмотрим, чем же закончится этот бой все-таки. Ну, а вот уже бой подходит к концу. Здесь мы, очевидно, выиграем. Давайте подытожим что-то. Что мы можем сказать про этого охотника. Вообще, эсминец интересный. Но, в первую очередь, это эсминец поддержки. Это не эсминец для ПВП и Пиу-Пиу. Для ближнего боя он вообще мало годится. Поскольку, несмотря на наличие большого количества торпед, при маневрировании пушки совершенно не успевают вообще за корпусом. И поэтому динамично маневрировать и стрелять сложно. Поэтому, если рассматривать охотник именно как корабль поддержки, то есть, поджигать, пострелять, в этом плане все более чем приятно. То есть, у кого, знаете, была раньше там Омаха, которая жгла все живое, или Мурманск, вот это примерно такая же тема. Ну, что, за 60 тысяч урона нафармили мы 237 тысяч. В принципе, не так уж и много. Были мы практически в топе. Давайте посмотрим, чем же мы тут настреляли. Прямым фугасным уроном 38 тысяч и 20 еще сверху пожарами. Если бы удалось загнать торпеды, я думаю, было бы еще больше. Потому что, реально, если встретить корабль в ближнем бою, там, линкор, шансов у него, конечно же, будет мало. Так что, друзья, что касается охотника, корабль, в принципе, интересный. На нем можно покачать командиров. Но какого-то такого, прямо, знаете, изи-нагиба, что это гремящий, извините, нет, это совсем не то. Гремящий может и встретиться один на один, там, с любым другим кораблем. Своего уровня, да и уровень выше, и, в принципе, его победить. Здесь такого я бы, в общем, не сказал, что такое может сделать охотник. Так что, интересен корабль. Покупать, не покупать, выбор ваш. Я вам показал товар лицом. Не забудьте написать свой ник в комментариях, подписаться на канал и поставить лайк, для того, чтобы принять участие в розыгрыше. С вами Александр Петров. Увидимся с вами в бою на полях сражений. Всем пока. Если вам нравится наше видео, обязательно подпишитесь на канал. Сделать это можно вот так вот. И обязательно включите уведомления о новых видосах и стримах, чтобы не пропустить ничего, ничего, ничего и быть в курсе всего самого нового и распоследнего. Также обязательно вступите в нашу группу ВКонтакте, где каждую неделю проходят шикарные розыгрыши. И ежедневно случаются всякие смешные картинки, звуки, конкурсы и прочее, 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 где можно выиграть шикарные призы, от души посмеяться и последить за жизнью нашего канала. А сейчас вот слева внизу появилась уже кнопочка подписки. И справа интересные видюшки, которые вот самые-самые свежие, самые интересные. Нажмите, обязательно посмотрите, что же там происходит. С вами Александр Петров, увидимся с вами на полях виртуальных сражений. Всем пока!